Виталик, вы уже все меня знаете, хотел бы сказать буквально пару слов, но говорить не надо. Я хотел бы напомнить, наверное, и для себя, и для мужа, кто-то не знает, у кого-то есть дети, у кого-то нет детей. Но как нормальный родитель, отец хочет отродить своего ребенка от того, чтобы он не делал что-то плохое. Он говорит, там нельзя делать, вот здесь лучше делать, поступить так. Так и есть Бог, Отец Небесный, который дал нам заповедь. Любить Отца, не создавать себя как у мира, почитать день субботний, не вспоминать его просто так. Любить Отца и Мать земных и предпределять свободы жизни. Не убей, не укради, не завидуй. Для чего эти заповеди нужны? Для того, чтобы мы оградили себя от злых умыслов и были направлены к Богу. Бог хочет, чтобы каждый из нас был с Ним в примирении, и тем самым Он мог действовать в нашей жизни, отраждая нас уже от смерти. Ибо грех – это смерть. Наказание нас за грех – смерть. Если же вы думаете, что только здесь и сейчас вы живете, то это ошибка. И я хочу вам сказать, что Библия говорит о том, что всех нас, тех, кто есть Богом, ожидает участь. Их несколько. Первая участь – это мы попадаем в тьму, где скрежет зубок и крики. И вторая участь – это уже смерть вторая, где криение огненное сгорает душа наша. Я вам всем желаю примирения с Богом, вечной жизни, радости, а спасения. Спасение наше – это Иисус Христос, или не Шуа Мессия, где он на самом деле живет в Европе. Но нам более понятно – Иисус Христос. Это наше спасение. Каждый, кто обратится к Нему, попросит прийти в Его жизнь, изменить ее, попросит прощения за все грехи и отдастся туда на голову, и Он спасется. Об этом говорит Библия. Я верю в Библию. Чему Слову верите вы – решать вам. И хотел бы помолиться, коротко, поездрав, и все, кто будет согласен, скажете ему. Отец Лебесный, благодарим Тебя за новый день, за эту жизнь, которую Ты нам даровал, за то, что Ты помиловал нас и сохранил до этого дня. Спасибо Тебе за то, что Ты обновил милость свою для нас, для нашего города, для нашей страны. Спасибо Тебе, что даже несмотря на то, что у нас сейчас происходит война, Ты каждый день радуешь нас своим присутствием и какими-то такими подарками через родных и близких нам людей. Спасибо Тебе, что наши и близкие и родные люди нам, они живы, они находятся с нами, или же даже если они на расстоянии, мы с ними все хорошо. Мы благодарим Тебя за это. Просим милости Твоей для нашей страны, милости для Израиля. Уже останавливая эти войны, дай нам возможность расстраиваться пред Тобой за грехи наши, как Украину, так и народу Твоему, Израилу. И Боже, благослови наших руководителей стран на правильное принятие решений, дабы спасать максимальное количество людей, чтобы люди не гибли просто так, и умерли возможность сохранить свои жизни через правильное принятие ими решений. У меня есть, Господи, истарь. Аминь.